МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но забота о них все же нужна основательная. По мнению сотрудников музея, розы продолжают свести именно в благодарность за хороший уход. У нас в парке розы растут довольно давно, и мы не представляем себе наш парк без какого-то количества роз. В этом году зимовка была очень сложная, они вышли в довольно плохом состоянии и долго не могли нас радовать своим цветением. И вот уже конец сезона, вроде бы надо заканчивать его, но рука не поднимается, обрезать их, потому что они опять начали свести, радовать наших посетителей и сотрудников. Еще есть время для профилактики. Роспотребнадзор сообщил о возможном начале эпидемии гриппа в ноябре. По прогнозам экспертов, первый эпидемический подъем ожидается во второй половине месяца. Врачи отмечают, самый эффективный способ предупреждения болезни – вакцинация. Напомню, наш регион признан одним из лучших в этом аспекте. Каждую неделю прививают около 7 тысяч человек. Чтобы не допустить эпидемии в этом году, областной бюджет выделил на вакцинацию свыше 70 миллионов рублей. Завтра в Ярославской области стартует осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Под ружье планируют поставить порядка тысячи человек. Точных данных военный комиссариат не называет. И в то же время предупреждает. У клонистов ждет уголовное преследование. Всего в регионе будет действовать 25 призывных комиссий. Кроме традиционной службы, ярославцы могут выбрать и альтернативную. Бывший начальник отдела строительства и ремонта областного УФСИН стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается во взяточничестве. По версии следствия, сотрудник ведомства получил от предпринимателя 150 тысяч рублей. Взамен обещал коммерсанту помочь при заключении госконтракта на ремонт водопровода в одной из областных колоний. В отношении бизнесмена также возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы поступят в суд. Битва за звание лучшего мастера ЦФО состоится в Ярославле. Финал конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia назначен на апрель 2016 года. Такое решение принял Союз Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров. На право проведения финала федеральных округов чемпионата рабочих профессий претендовали все регионы России. Наш стал лидером. Губернатор Сергей Ястребов прокомментировал это событие. Одним из ключевых конкурентных преимуществ региона является высокий кадровый потенциал. Эту позицию разделяют инвесторы, принявшие решение о развитии бизнеса в Ярославской области. Отмечу, что сегодня в регионе можно получить около 80 специальностей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.